МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поселок Горноуральский шестой день живет без воды. После окончания ремонта верхневыискового гидроузла вода в домах так и не появилась. Подробности через несколько минут. Дорога в микрорайоне Муринские пруды вошла в план преображения города, приуроченный 300-летию Нижнего Тагила. Всего в программе 47 пунктов. В загородном лагере «Звездные» сегодня необычно отмечали 295-летие Нижнего Тагила. Там открылись сразу несколько творческих мастерских. Участие в них приняли и наши корреспонденты. Здравствуйте! В эфире Тагил-ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги, я, Марина Хрусталева, готовы рассказать о главных событиях среды. Бывший директор котельно-радиаторного завода Караваев осужден Дзержинским районным судом. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, которые предназначались для уплаты налогов. По версии следствия, осенью 2015 года экс-директор КРЗ расплачивался с кредиторами напрямую, минуя расчетные счета предприятия. Из-за этого банки не могли исполнить требования налоговой службы о принудительном взыскании средств в размере 38 миллионов рублей. Теперь виновному предстоит вернуть в пользу государства эту сумму, а также выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Отмечается, что Караваев, несмотря на приговор, свою вину по-прежнему не признает. Поселок Горноуральский уже шестой день живет практически без воды. Первые три ждали совсем Нижним Тагилом окончание ремонта верхневыисковых гидроузла. Но и после этого вода в домах жителей поселка не появилась. Куда ушла вода, выяснял Сергей Трупанов. Воду в поселке Горноуральский сегодня можно найти только в одном месте – возле скважины, сделанной по инициативе жителей заблаговременно, на всякий случай. И этот случай настал. Единственным источником воды в поселке Горноуральский стала вот эта маленькая труба, ведущая из местной скважины. По словам местных жителей, даже в обычные дни сюда приходит много народу, а в последние дни поток людей стал просто неиссякаемым, в отличие от воды в кране. Жить вроде можно, но чтобы обеспечить семью хотя бы на сутки водой из такого источника, надо постараться. Муж вот у меня приходит, он сутки стоит на работе, на НТМК. Он приходит, естественно, грязный, потный, там печи, 65 градусов там плюс. Он приходит без рук, без ног, и ему приходится таскать воду, потому что я не таскаю, мне нельзя. И он пока натаскает воду, пока помоется, он ложится уже все, говорит, я вообще не могу, я весь устал. А на утро ведь снова на работу. А кроме того, еще в течение же дня нужна вода. По официальной версии, водопроводная вода должна была прийти в поселок так же, как и в Нижний Тагил три дня назад. Но что-то пошло не так. Когда Верхневойский гидровузел открыл задержки в нашем направлении, то вода до поселка не дошла ввиду, как выяснилось позднее, изношенности водовода. А ресурсоснабжающая организация обнаружила порывы на сетях. Сети эти очень старые, изношенные, им, наверное, более 40 лет. И неудивительно, что они не выдержали перепада давления. Обходной путь для воды был найден, но до людей она так и не дошла. Ресурсники просто не решились подавать грязную жидкость. В своих бедах горноуральцы считают виноватыми власти горноуральского округа, которые будто не замечают проблемы поселка. В тундре живем. Наша администрация, я хочу сказать, не работает. Скажи, зачем они занимают места, когда они... Вот поселок, как игрушку можно сделать? Но вместо наведения порядка – либо молчание, либо отсутствие внятной позиции. К счастью, в ресурсоснабжающей компании нас заверили, что уже к моменту выхода сюжета вода должна появиться в кранах поселка горноуральский. В данный момент мы находимся в поселке горноуральский вместе с директором на теплопункте, так называемой перекачивающей станции, которая в поселке находится. В данный момент мы пропускаем грязную воду и струб выпускаем. Ну, парень, может быть, в течение часа, получаса мы запустим на поселок, в дома, в воду. Сергей Трупанов, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды отличившимся уральцам. Торжественная церемония прошла накануне в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Среди удостоенных были также и тагильчане, обладатели новых званий, в репортаже Анны Хабаровой. Самые выдающиеся жители Свердловской области собрались на площадке Ельцин-центра. Свою значимость на протяжении десятков лет они доказывали не словами, а делами. Сегодня из рук временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области они получают государственные награды и региональные знаки отличия. Среди тех, кого мы чествуем сегодня, множество замечательных имен и профессий. В первую очередь это люди труда, рабочая и инженерная элита нашего региона, золотой кадровый ресурс таких предприятий, как Нижнетагибский металлургический комбинат, Уралэлектромедь, Синарский трудный завод. Вы продолжаете славные традиции уральских металлургов и вы делом доказываете и показываете, что Свердловская область действительно опорный край державы. Звания заслуженной металлург России по решению президента Владимира Путина присвоены десяти свердловским рабочим, в их числе и кузнец Евраз НТМК Юрий Тетерин. Удостойный наград также специалисты сферы образования и здравоохранения, ветераны военных действий, общественные деятели. Звание почетный гражданин Свердловской области получили три уральца. Заслуженный мастер спорта России Евгений Виноградский, председатель ветеранской организации «Свердловские железные дороги» Александр Родионов и уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Это, конечно, особая ноша, потому что действительно огромная ответственность носить такое звание, как почетный гражданин Свердловской области. Во-первых, я знаю людей, которые получили это звание до меня. Даже сегодняшний наш герой – это легенда Свердловской области. И быть в этой команде – это особая миссия. Кроме того, семь уральцев получили награды за заслуги перед Свердловской областью. Анна Хабарова, Павел Соложнин. Новости Тарютовая. В Нижнем Тагиле объявлена дата начала нового отопительного сезона. Накануне глава города Сергей Носов подписал постановление, согласно которому подача тепла в социальные учреждения, а затем и жилые дома начнется 18 сентября. В этот день теплоснабжающие компании приступят к промывке сетей и их дальнейшему заполнению. За этим процессом, говорится, в постановлении будет вестись наблюдение в ежедневном режиме. В случае ЧП или несвоевременной подачи тепла тагильчане смогут обратиться на горячую линию единой дежурной диспетчерской службы или по телефону 112. Отдельным пунктом в документе указано, что начисление платы за отопление должно производиться исходя из фактической даты поступления теплоэнергии в дом. Дорога в микрорайоне Муринские пруды вошла в план преображения города, приуроченный к 300-летию Нижнего Тагила. Объект внесен в список социально значимых мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Напомню, программу празднования юбилея нашего города в 2022 году подписал личный президент Владимир Путин. Всего в нее включено 47 пунктов. Ожидается, что из федерального бюджета в течение пяти лет будет выделено порядка 30 миллиардов рублей. Сегодня в стране отмечается День воинской славы. 74 года назад победой советских войск закончилось самое кровопролитное сражение Великой Отечественной войны – Курская битва. За полтора месяца непрерывных боев там погибло более 250 тысяч солдат и свыше 600 тысяч было ранено. Таковы потери только со стороны Советского Союза. Огромный вклад в победу на Курской дуге внес Нижний Тагил. Зачастую с завода на фронт танки отправлялись вместе с рабочими. Из таких экипажей был впоследствии сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, который принял свой первый бой именно в Курском сражении. За самоотверженность в короткие сроки заслужил звание гвардейского. Под Нижним Тагилом на месте падения самолета времен Великой Отечественной уже несколько дней работают группы поисковых отрядов. Под небольшими слоями почвы найдено множество интересных вещей. Подробности в репортаже Никиты Полякова. 76 лет прошло с момента начала Великой Отечественной. У войны большая история и хранит она в себе много загадок, которые до сих пор не раскрыты. Уже несколько лет по всей стране набирают популярность поисковые отряды. Они и стараются разгадать, что скрывают те трагичные годы. Благодаря жителю Нижнего Тагила в августе прошлого года были обнаружены остатки самолета в районе горы Старик Камень. Сейчас мы находимся непосредственно на месте крушения. Удар самолета произошел, по моему мнению, все-таки снизу. Там большое количество стекла. Здесь надо обследовать территорию полностью. Это уже место обследовано. То есть я предлагаю выходить вправо. Мы это все разобьем на квадраты и назначим группы. И будем полностью убирать мох, соответственно, и камни переворачивать. Дело в том, что через наш регион проходила трасса перегона самолетов, получаемых СССР от США. С Аляски самолеты гнали к линии фронта через всю страну. Порой пилоты совершали ошибки или техника отказывала. Тогда случались крушения. Предположительно, самолет потерпел крушение в 1943 году. В ходе экспедиции было установлено, остатки техники, разбросанной в радиусе 500 квадратных метров, принадлежат модели самолета Ли-2. Недалеко от личных вещей поисковики обнаружили останки четырех человек. По исторической сводке им остается найти еще двух членов экипажа. Территория поисков довольно большая, и еще далеко не все найдено. На сегодня у нас уже сформировалось порядка 30 человек. То есть профессиональные поисковики, которые будут самостоятельно, разобьем по квадратам территорию, они уже будут работать очень быстро, методично, и определять находки, к какому типу они относятся. Основная задача экспедиции – все же найти всех пилотов, правильно провести эксгумацию и со всеми почестями произвести захоронение. А личный интерес поисковой группы – это получить большой опыт в раскопках и все же выяснить, что тогда произошло на борту самолета. Никита Поляков, Павел Соложнин, Новости, Тагил ТВ. Знаменитый танк «Армата», продукция «Омск Трансмаша», 9-го завода и других предприятий корпорации, макеты и натуральные образцы. УВЗ принял участие в международной оружейной выставке «Армия», которая проходит в эти дни в подмосковной Кубинке. Далее репортаж в студии подготовки программ «Уралвагонзавода». Это «Армия» – третий международный военно-технический форум в подмосковной Кубинке. Один из самых крупных в мире он представляет достижения оборонной промышленности и науки России. Уникальные экспонаты научно-производственной корпорации на стенде, в образцах и макетах Ниж-Тагильского УВЗ «Омск Трансмаша», завода номер 9, электромашины «Цни и Буревестник». Первый день работы армии 2017 экспозицию осмотрели министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемизов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Генеральный директор корпорации УВЗ познакомил высоких гостей с перспективными образцами, которым предстоит пройти испытания и войти в серию, а также с новейшими разработками, которые осваивают производственники для нужд российской армии. Мы предлагаем в следующем году провести госиспытание уже и по результатам госиспытаний предложить в серию. На стенде Александр Потапов провел бритц-переговоры с министром обороны Казахстана Сакеном Жасузаковым, а также с делегациями Индии, Белоруссии, Китая и других стран. В активном диалоге были установлены перспективные точки сотрудничества. На открытой площадке самое пристальное внимание к танку «Армата». Он впервые представлен на выставке «Армия-2017». Это опытно-конструкторская разработка сейчас проходит испытания. Они идут с подтверждением заданных характеристик. Мы действительно делаем машину нового поколения, но с новым технологическим укладом. Применяем цифровые технологии, искусственный интеллект, элементы искусственного интеллекта. И это дает серьезное превращение боевой эффективности машины где-то на 30%. Первый день прошел напряженно. Результатом станут новые контракты. У жителей вагонки совсем скоро появится обновленная зона отдыха. Бульвар приобретет красивый облик, а находится он на улице Богдана Хмельницкого, которая 30 лет назад по инициативе заводчан была переименована в проспект Дзержинского. И называется так по сей день. По проспекту имениннику прогулялся наш корреспондент Никита Поляков. Ровно 30 лет назад сегодняшний проспект Дзержинского назывался улицей Богдана Хмельницкого. А основан он был в 1954 году. Именно тогда вместе с проспектом строился и бульвар. Спустя столько лет он стал не очень привлекательным для прогулок. Разрушились тротуары и нет зоны отдыха. Периодически сотрудники Уралвагонзавода подбадривают его, красят скамейки и обновляют урны. Но этого недостаточно. В этом году часть бульвара будет благоустроена. В границах улиц Вагоностроителей и Луча планируется благоустроить в этом году. Выделены финансовые средства в размере 15,5 миллионов рублей. На эти средства разработан проект, в который входит обновление дорожек тротуарной плиткой, новые скамейки и урны, яркое освещение. В зеленых зонах будут высажены новые деревья. Кусты подстригут и засеют свежий газон. Бульвар будет огорожен невысоким металлическим забором по всему периметру, что повысит безопасность прохожих. Данная территория, она востребована. Жители гуляют, отдыхают через данную зону. И в том числе это будет продолжением уже реконструированного бульвара. В городе множество рекреационных зон, требующих благоустройства. Все сразу сделать невозможно, говорят специалисты. Так и на этом бульваре будет отремонтировано около 300 метров от всей его площади. По проекту подрядная организация обязана закончить работы до конца осени. Сейчас проходит конкурс между подрядными организациями. И уже в конце августа одна из них приступит к благоустройству той части бульвара, которая находится позади меня. Никита Поляков, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Празднование юбилея продолжается. В загородном лагере «Звездные» сегодня необычно отметили 295-летие Нижнего Тагила. Там открылось сразу несколько творческих мастерских. Участие в них приняли и наши корреспонденты. Более 200 отдыхающих и все без исключения на сцене. Весь лагерь участвовал в организации сегодняшнего праздника. Школьники подводят итоги летних каникул на торжестве, посвященном юбилею Нижнего Тагила. Самые младшие отряды готовили своими руками воздушных змеев. Получалось, говорят, не сразу. Чтобы хорошо летал, приходилось переделывать рамы несколько раз. Он состоит из коктейльных трубочек и трубочка от соков. Здесь переделана нитка, чтобы змея летел выше и выше. Вот это вот обычная клеенка. Мы делали этого змея около 40 минут. Сегодня же здесь открылись и семь творческих площадок. Каждый отдыхающий мог найти для себя занятие по душе. Школьники фотографировались с историческими персонажами, пели песни под гитару, оставляли для лагеря пожелания. Среди истинно-тагильских мастерских успехом пользовались роспись подносов и создание паровозов и танков. Так, вторую берешь. Сейчас, секундочку, режу двусторонний стойк. Вот так, сюда кусочек, сюда кусочек, сюда кусочек, сюда кусочек. Снимаешь и приставляешь, вот туда руку вставляешь. Паровозик и приклеиваешь косточки. Поняла? Все, давай. Катание на роликах и велосипедах, освоение скейтборда, прыжки на батуте. В загородном лагере к спорту отношение всегда особое. Изюминкой праздника стала выставка макетов «Фокозвездный». Школьники сами их создали и голосовали за лучший. Отдыхающие в загородном лагере «Звездный» мечтают о строительстве своего собственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Все отряды представили эскизы будущего ФОКа. Он, надеются, они появятся к 300-летию Нижнего Тагила. Летний сезон в загородном лагере «Звездный» закончится 28 августа. В эти выходные в честь окончания четвертой смены пройдет еще один большой итоговый праздник. Анна Хабарова, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагилтова. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Олмед. Лечение варикозной болезни как искусство. Медицинский центр Олмед. Более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни. Весь август скидка на лечение 11%. Полиграфист. Наши цены не растут. Ранец от 1000 рублей. В нашем интернет-магазине еще выгодней. www.pldeficent.ru Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Старый Соболь поздравил Екатеринбург с днем рождения. В столице Урала завершился традиционный открытый чемпионат по стритболу. Нижний Тагил на нем представлял десант из 15 команд. Воспитанникам Тагильской детско-юношеской спортивной школы удалось завоевать 6 медалей. Главные трофеи привезла на малую родину сборная юношей 2008 и 2006 годов рождения. Две серебряные медали у девушек 2005 и юношей 2006 годов рождения. Еще две бронзы достались девушкам 2000 и 2006 годов рождения. Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. Кроме того, новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefestv.ru. Спонсор рубрики новости от телезрителя – ресторан доставки японской кухни «Сенсей». Ждем ваших сообщений. Спасибо за внимание. До свидания. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова